Всем привет! Давайте сегодня научимся создавать картинки с текстом для того, чтобы отправлять нашим кандидатам вместо нашего сообщения. Это все я делаю в программе Microsoft PowerPoint. Правой кнопкой мыши нажимаем на рабочий стол, создать презентацию Microsoft PowerPoint. Открываем ее, создать слайд. Это будет белый фон, здесь отражается то, что получится в итоге. Сначала я вам покажу, как мы создаем просто текст на белом фоне. Вот это окошко, мы его растягиваем. Если стрелочки в разные стороны, вот как у меня сейчас на экране, это переносится полностью в заголовок. Окошко там, где мы будем вводить текст. Если вот такая вверх-вниз или влево-вправо, это вы растягиваете соответственно вниз, вот так вот, или влево-вправо. Вот сюда мы будем писать текст. Текст вы должны подготовить заранее, до того, как будете писать, будете составлять свои фотографии с текстом. Так, вот он у меня уже заготовленный. Я копирую. Вставляем сюда. Не пугайтесь. Сейчас будем мы уменьшать размер и редактировать шлифт. Я выбираю Arial. Выделяем текст. Выбираем Arial. Выбираем 26. Для этого нажимаем 24, например, и сам пишем 26. То есть нажимаем Enter. Все, он у нас изменился. Так, теперь будем подгонять. Так. Вот он все. Можете делать. Немножко сдвигаем. То есть вот у нас, конечно, результат. И на «Добрый день» я заменяю на «Доброго времени суток». Так, написали «Доброго времени суток». Теперь смотрим, что весь текст у нас поместился на фотографии. На вот этом слайде. Теперь нужно сохранить этот слайд как фотографию. Для того, чтобы можно было вставлять ее сообщение. Так. Для этого нажимаем «Файл». Сохранить как. Выбираем, куда сохранить. Я сохраняю на локарном диске для рабочей картинки. Так. Если у вас еще нет этой папки, вы можете ее создать прямо сейчас. То есть создаем правой кнопкой мыши «Создать папку». И тут же ее называете, как вам удобно, чтобы вы потом нашли. Тут же ее открываете. И сюда, здесь это имя файла тоже меняется, как вы хотите, например. В тип файла выбираем рисунок в формате jpeg, для того, чтобы он сохранился как фотография. И нажимаем «Сохранить». И нажимаем «Сохранить». Так. «Сохранить папку фотографии». Тогда выбирайте все слайды. Все. Теперь давайте создадим текст на картинке. Так. Вот здесь здесь «Создать слайд». Убирайте, какой слайд. Без разницы нам. Ну давайте пустой слайд. Так. Теперь «Вставка», «Рисунок». Таким образом мы вставляем картинку. Вставляем картинку. Вот нашу эмблему. Сейчас мы на фоне ее сделаем текст. Так. Мы ее растянем на весь экран. Чтобы не потерять пропорции картинки, тяните за уголочки. Ну, в принципе, здесь такая картинка, что можно и пропорции не соблюсти, но все равно будет хорошо. Теперь, для того чтобы она у нас не была такой яркой, мы будем изменять цвет. Установить. Так. Для того чтобы убрать фон, вот этот белый фон, для того чтобы вы себе делали фотографии с такой эмблемой, вот выбирайте и установить прозрачный цвет. Но сейчас мы это выбирать не будем, нас интересует вот такой, вот такой немножко прозрачный, как бы, такая будет у нас картинка на фоне вот такой эмблемки нашей полувидной. Так. И для того, чтобы вставить текст, вставка, так, вставляем надпись, надпись, растягиваем. И вставляем сюда наш текст, где у нас была заготовка, и вставляем текст сюда. Параметры вставки что-то мне не нравятся. Вот в принципе сейчас все изменим сами. Так, переносим наш текст сюда, раздвигаем. Так, тут сокращаем, вот, по бокам, и теперь вот здесь. Потому что у нас текст короткий, поэтому она не раздвигается. Сейчас мы переменем опять шрифт делаем. Arial. Размер 26. Enter нажимаем. Так, нажимаем посередине, чтобы у нас текст располагался. Убираем здесь пробел лишний. Имя, добрый день, заменяем. И таким же образом сохраняем файл. Сохранить как. Убираем папку, куда сохранять. Пишем название, какое нам надо. И тип файла в рисунок в формате . Сохраните только текст. Потому что у нас их уже два. Все.